Планируете открыть свое дело? Уже владеете бизнесом? Центр Мой Бизнес дает вам новые возможности. Обучайтесь с нами. Получите маркетинговое сопровождение и сертификаты на продукцию. Участвуйте в выставках и найдите партнеров за рубежом. Обеспечьте своему бизнесу стремительный рост вместе с Центром Мой Бизнес. Сегодня мы рассмотрим тему уплата налога на профессиональный доход. Это новый налоговый режим для Республики Хакасия. Начал он применяться только с июля 2020 года. И по-другому его еще называют налог для самозанятых. Но есть с этой системой налогообложения очень много нюансов и тонкостей. Давайте постараемся их рассмотреть, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Кто может стать плательщиками налога на профессиональный доход? По сути, это две категории. Это физические лица, которые не хотят регистрироваться в качестве предпринимателей, но хотят законно осуществлять свою деятельность, не стесняясь рекламировать свою деятельность, например, в соцсетях, не опасаясь, что их привлекут за незаконную предпринимательскую деятельность. То есть это те, кто оказывают в основном какие-либо виды услуг. И вторая категория – это индивидуальные предприниматели, которые также могут выбрать среди всех остальных налоговых систем налог на профессиональный доход. Как лучше платить этот налог, будучи самозанятым или будучи предпринимателем, мы чуть позже рассмотрим. Но есть еще несколько категорий налогоплательщиков, которые также вправе применять этот налоговый режим. В частности, это несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Мы сегодня все чаще наблюдаем, что молодые люди, подростки, тоже пытаются заниматься бизнесом, причем у них это абсолютно неплохо получается. И вот сегодня на законных основаниях, уже начиная с 14-летнего возраста, они могут стать плательщиками этого налога и считаться самозанятыми гражданами. Но кроме этого, еще интересная категория – это иностранные граждане. То есть иностранные граждане, которые у нас находятся на территории Российской Федерации, теперь также могут на законных основаниях заняться бизнесом и стать плательщиками НПД, даже не регистрируясь в качестве предпринимателей, а оставаться самозанятыми. Но это только граждане государств, таких как Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Только четыре страны. К сожалению, иным иностранцам у нас такая система налогообложения сегодня к применению пока невозможна. Но все больше говорят о том, чтобы эту систему налогообложения распространить на большее количество иностранных граждан, которые прибывают к нам из других стран. Ну, давайте рассмотрим, наверное, с того, что можно не регистрироваться как предпринимателем, а просто зарегистрироваться в качестве самозанятого. А можно в качестве предпринимателя, уже зарегистрированного, выбрать данный налоговый режим. У нас есть на применение этой системы налогообложения ряд ограничений. Во-первых, это ограничение в доходах. Максимальный объем доходов, то есть поступлений, которые может получить плательщик налога на профессиональный доход, не утратив право на применение этого налогового режима, это 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Как только доходы ваши превысили эту указанную сумму, вы теряете право на применение данного налогового режима. Второе ограничение, оно заключается в том, что лица, которые являются предпринимателями и применяют другие налоговые режимы, они не могут выбрать налог на профессиональный доход. То есть данный налоговый режим ни с какими другими видами налогообложения совмещать нельзя. Например, нельзя поступить таким образом. Предприниматель занимается оптовой торговлей и платит, например, упрощенную систему налогообложения. Но в свободное от этого бизнеса время он занимается репетиторством и желал бы по доходам, получаемых от этих услуг, платить налог на профессиональный доход. Вот этого уже будет невозможно. Он должен выбирать, то есть либо он занимается только оптовой торговлей, платит упрощенку, либо как предприниматель также добавляет себе вид деятельности по репетиторству и тоже продолжает платить упрощенку по этому репетиторству. То есть совмещать виды налогообложения с налогом на профессиональный доход невозможно. Еще одно ограничение – это то, что лица, которые собрались платить НПД, они не могут выступать работодателями. То есть они не могут нанимать себе работников для того, чтобы расширить, допустим, сферу оказания своих услуг. И даже если это предприниматели, которые выбрали НПД, они тоже не могут привлекать к себе труд наемных работников. Не могут применять налог на профессиональный доход лица, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Не могут применять те, которые занимаются торговлей, то есть перепродают чужие товары с наценкой. Не могут заниматься те, которые продают маркированные товары или товары, подлежащие маркировке. Ну вот объясню, что у нас на сегодняшний день маркировке подлежит, например, изделие из меха или содержащие мех, обувь, далее это лекарственные препараты, это табачная продукция и алкогольная продукция. Вот эти виды продукции, они сегодня уже подлежат обязательной маркировке. Можно ведь применять НПД, если ты сам что-то произвел и реализовал. Ну вот какие из этих товаров можно произвести и реализовать? Ну, например, это может быть сапожник, который шьет обувь. И вот если вы изготавливаете обувь и ее продаете, то, к сожалению, плательщикам НПД вам не стать, потому что обувь подлежит обязательной маркировке и без маркировки ее продавать нельзя. Еще ограничения, которые касаются лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основании договоров, поручения, агентских договоров, договоров комиссии. То есть в этом случае они тоже не могут применять налог на профессиональный доход. Как я уже говорила, можно быть самозанятым, а можно быть предпринимателем. Как лучше? То есть регистрироваться или не регистрироваться в качестве предпринимателя? И какие виды деятельности самозанятые не могут осуществлять? То есть вот обратите внимание, что у нас существуют виды деятельности, которые подлежат либо обязательному лицензированию, то есть на него нужна лицензия для того, чтобы чем-то заниматься на этот вид деятельности, либо этот вид деятельности подлежит оформлению какой-то разрешительной документации. И вот если нужна лицензия или если нужно оформлять какое-то разрешение, то в этом случае, к сожалению, самозанятым данными видами деятельности заниматься нельзя. Я приведу вам простые примеры. Парикмахер, визажист, бровист, тот, кто наращивает реснички, маникюр, педикюр. Вот эти специалисты без проблем могут стать самозанятыми, не регистрируясь в качестве предпринимателей, потому что эти виды деятельности не подлежат лицензированию. Но чуть в сторону. Массажист на массаж требуется обязательная лицензия на осуществление медицинской деятельности, причем на любые виды массажа. Поэтому массажист не может стать самозанятым и платить НПД, но тот же массажист, он может зарегистрироваться в качестве предпринимателя, получить лицензию и выбрать себе налог на профессиональный доход в качестве налогового режима. Или другой пример. Косметология. Если косметолог оказывает какие-либо услуги, они все подлежат обязательному лицензированию и необходимо получать именно медицинскую лицензию. По поводу получения медицинских лицензий на услуги косметологов идут всегда постоянные споры. Например, мне мои клиенты часто рассказывают, что если они не занимаются никакими хирургическими вмешательствами, инъекциями, а делают всего лишь какие-нибудь масочки и пилинги, то это не требует лицензирования. Это не так. Посмотрите на сайте органов здравнадзора. То есть речь идет о том, что любой вид косметологии требует обязательного лицензирования. Поэтому косметологи тоже не могут быть самозанятыми. Им сначала нужно регистрироваться в качестве предпринимателя, получать лицензию, а потом уже определять, что они будут платить налог на профессиональный доход. Ну или может быть какой-то иной налоговый режим они для себя выберут. Или, например, еще такой популярный вид деятельности – услуги такси. Таксисты тоже не могут быть самозанятыми. По одной простой причине, что услуги по перевозке пассажиров и багажа требуют оформления разрешения. А разрешение на этот вид деятельности может быть выдан только юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. О самозанятых здесь не идет речь. Поэтому, если вы занимаетесь услугами такси, то необходимо в обязательном порядке регистрироваться в качестве предпринимателя, получать разрешение на этот вид деятельности и потом выбирать себе налог на профессиональный доход. А вот если вы занимаетесь перевозкой грузов, то, пожалуйста, вы можете быть самозанятыми и регистрироваться в качестве предпринимателя нет необходимости. Поэтому, прежде чем мы решить должны, как нам вести свою деятельность в качестве самозанятого или в качестве предпринимателя, первое, на что мы обращаем внимание – подлежит ли наш вид деятельности лицензированию либо оформлению каких-либо разрешений. И лицензии и разрешения могут быть выданы только предпринимателям. И только если вид деятельности не лицензируется, не носят разрешительного характера, в таком случае, пожалуйста, мы можем оставаться самозанятыми, предпринимателями регистрироваться не обязательно. А что дальше? Вот мы определились, что дальше мы делаем. А дальше происходит очень простая процедура. Мы на свой планшет или на смартфон с сайта ФНС, Федеральной налоговой службы, скачиваем программу, которая называется «Мой налог». И прямо в этой программе проходим процедуру регистрации. То есть нам понадобится, собственно говоря, паспорт, который мы можем сфотографировать и отправить туда. Нам понадобится наш ИНН, СНИЛС, который также фотографируется и отправляется для процедуры регистрации. И нам необходима наша фотография. Ну, считается, что можно сделать селфи и отправить. И при этом мы должны указать, в какой сфере мы будем самозанятыми гражданами. То есть указать виды деятельности, которыми мы собираемся заниматься. Процедура регистрации проходит достаточно быстро. Ну, буквально занимает один день. Приходят уведомления в эту же программу о том, что вы зарегистрированы в качестве самозанятого. И вы начинаете осуществлять свою деятельность. Если вы получаете доходы от физических лиц, то ставка налога составляет всего 4%. Если вам доходы перечисляют за ваши услуги, либо реализованную вашу продукцию, которую вы сами произвели, организации, либо предприниматели, то ставка налога составляет 6%. Но при этом каждому из нас дается так называемый налоговый вычет в виде некого налогового капитала, который составляет на год 10 тысяч рублей. И по факту будет считаться так, что если нам платят физлица, мы будем платить только 3%, а не 4%. Вот на эту четвертую часть налога будет списан наш налоговый капитал. Если нам платят юридические лица, мы будем по факту платить не 6%, а только 4%, а 2% будет зачтено за счет того самого налогового капитала. И так каждый год нам дается эти 10 тысяч рублей в качестве налогового капитала, который будет списываться налоговиками в счет уплаты нашего налога. Уплачивать налог тоже достаточно просто. Можно в той же программке отметить, что налоговики имеют право списывать этот налог с вашей банковской карты. И они будут это делать один раз в месяц. Но по правилам они присылают вам документы о том, какие налоги вам необходимо уплатить в эту же программку. А вы до 25 числа следующего месяца этот налог должны оплатить любым способом, которым вы привыкли платить налоги. Вообще эта система налогообложения будет обязательно популярной. То есть каждый месяц у нас все больше и больше в республике Хакасия регистрируется самозанятых. И предприниматели выбирают уплату налога на профессиональный доход. Но вам выбирать быть самозанятым, либо регистрироваться в качестве предпринимателя и также платить НПД. Это буквально ваш выбор. На сегодня все, но в следующей передаче мы продолжим разговор о плательщиках налога на профессиональный доход, поскольку эта система имеет все-таки ряд подводных камней. И мы рассмотрим ситуации, когда можно потерять право на данный налоговый режим и какие последствия это за собой повлечет. Многофункциональный центр для бизнеса оказывает самые разнообразные услуги для субъектов нашей предпринимательской деятельности. Сегодня предприниматели и руководители организации могут обратиться в центр для того, чтобы зарегистрировать и поставить на учет свою рекламную конструкцию, либо получить земельный участок под размещение своей рекламной конструкции. Все справки по телефонам, которые вы видите на экране, вас обязательно проконсультируют о том, как можно получить услуги в многофункциональном центре для бизнеса. Планируете открыть свое дело? Уже владеете бизнесом? Центр «Мой бизнес» дает вам новые возможности. Обучайтесь с нами. Получите маркетинговое сопровождение и сертификаты на продукцию. Участвуйте в выставках и найдите партнеров за рубежом. Обеспечьте своему бизнесу стремительный рост вместе с центром «Мой бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова